Поньк! Под конец свадьбы Мариан и Тоби куда-то пропали. Нина пыталась их найти, чтобы еще раз поздравить со свадьбой, но нигде не видела свою сестру. Проходя мимо своих родителей, она услышала от мамы, что Тоби решил сделать еще один сюрприз своей жене, и сейчас они отправляются в небольшую виллу на берегу океана, чтобы провести время вместе. В очередной раз Нина испытала укол зависти, но, не сказав ни слова, отправилась домой вместе с Фредом. Привет, друзья! Добро пожаловать в игру Sims 4. Мы с вами вернулись в проект «Как стать ведьмой». И сейчас вместе с Ниной мы стоим возле их домика. Конечно же, у Нины на душе скребут кошки. С одной стороны, она прекрасно понимает, что не нужно так завидовать своей сестре. Пусть Мариан будет счастлива. Но, с другой стороны, ей бы тоже хотелось куда-то после свадьбы отправиться вместе с Фредом. Не к ним в их маленькую спальню и не на рынок торговать рыбой и всякими растениями. А отправиться куда-нибудь в какое-нибудь симпатичное местечко, чтобы провести время вместе, чтобы им было хорошо. Но, с другой стороны, Нина понимала, что, возможно, со временем их жизнь наладится, наладятся их отношения. Может быть, они смогут расстроить этот дом и затем у них здесь будет шикарное поместье. Но, все-таки, Нина очень сильно хотела получить трошки больше внимания от Фреда, который практически всю свадьбу пялился на Мариан. Вы же видели, она самая была настоящая красотка на этой свадьбе. Все делали ей комплименты. Ну и, конечно же, Фред тоже. Периодически, конечно, посматривал в сторону Нины, но не так активно, как она бы хотела. Давайте посмотрим, что у нас происходит дома. Я смотрю, что у нас уже очень-очень поздняя ночь. Нужно, конечно, отправляться спать. Но я думаю, что сначала Нина должна убрать этот стакан. Потому что, если завтра утром проснется мама нашего Фреда и увидит, что здесь стоит грязный стакан, вы представляете, что она устроит? Я так понимаю, что Фред отправляется спать. Он решил не ждать Нину. Он такой думает, да, я лучше пойду отдыхать. Она сейчас тоже поднимется. Может быть, он расслабится, полежит на кровати, подождет, когда Нина поднимется. Ну и я смотрю, что у его матери настроение просто шикарное. Хотя мы с вами видели, что на свадьбе она была не очень довольна. И все-таки она до последнего надеялась, что Мариан будет ее любимым сыночком. Но не сложилось, не срослось. Видимо, она смирилась. Почти смирилась. Но все-таки, знаете, пока что к Нине она не может так хорошо относиться, как ей бы хотелось. Все-таки как-то, вот знаете, в Нине ей что-то не нравится. Она даже до конца не знает, что ей не нравится в Нине. Но все-таки, наверное, она бы хотела, чтобы на месте Нины была Мариан. Ну что, пойдем убирать. Давай мы с тобой уберем вот этот вот стаканчик убрать. Не надо, не надо тебе вообще пить из этого стакана. Мы должны здесь поубирать. Ну и, наверное, давайте посмотрим. Я вижу, что корзина для белья вроде бы пустая. Воду, кстати, нам менять не надо. Надо посмотреть, как дела у наших животных. Да, понятное дело, что поздняя ночь. Но вы же знаете, Клариса, она же захочет, чтобы... Ой-ой-ой, ребят, нужно почистить курятник. Понятное дело, чем заниматься в 2 часа ночи? Чистить курятник. Только сначала давайте мы ее, наверное, попросим, чтобы она переоделась. Кстати, друзья мои, между прочим, беременность третий триместр. То есть, очень скоро мы с вами узнаем, кто же родится у Нины и Фреда. Я уже разместила, на всякий случай, одну кроватку. Вот такую. Будем считать, что, может быть, это была старая-старая кроватка Фреда. Он как-то, знаете, нашел пару деревяшек, как-то ее, ну не знаю, трошки переделал. И он решил, что здесь пока что она постоит. Может быть, у нас, конечно, ребята, а если будет двойня? Я не представляю, что будет, если у нас будет двойня, потому что у нас есть всего лишь 900 симолеонов. И на втором этаже, понятное дело, что места, ну не так уж много. Подождите, а где Фред? А где Фред? Что он делает? А Фред решил тут постоять. Ладно, давайте мы его, наверное, отправим лениво дремать. Я же вам говорила, что он... О, а я смотрю, что Кларис решила пойти принять ванну. Она решила расслабиться после этого тяжелого дня, после этой свадьбы. Она решила сама отдохнуть. Ну а ты, моя хорошая, должна будешь сейчас пойти переодеться, потому что нам нужно посмотреть, как дела у курчик. Видите, он себе просто улегся, даже ботинки не снимает. Пойди, пожалуйста, смени одежду, я думаю, что тебе лучше, наверное, взять что-нибудь потеплее. Ну и мы пойдем в 2 часа ночи убирать у кур, потому что мы не хотим, чтобы Кларис устроила нам какие-то разборки. У Кларис, вы видите, только с общением, конечно, не все хорошо, а так она довольна собой. Давайте мы ее отправим отдыхать. Она же хочет выспаться, понятное дело. Ну а Нина должна все здесь привести в порядок. Давай спускаться вниз, иди, пожалуйста, вот сюда. И мы должны поубирать у курочек. Я посмотрю, как дела у наших растений. Ну, соу-соу, как говорится. Кстати, я подумываю, может быть, мы нашего Фреда отправим на работу. Ну, хотелось бы, чтобы он хоть что-то делал, потому что Фреду, может быть, станет скучно как-то, знаете, все время сидеть дома да на рыбалку ходить. Ну, так я особе. Может быть, он захочет чем-нибудь заниматься. Мы с вами посмотрим, что мы можем для него выбрать, потому что мне кажется, что ему наскучит такое вот сидение. Он решит, что я не хочу с вот этими дамами сидеть дома, тем более, что, учитывая, Кларис будет достаточно часто. Как-то, знаете, ну, не то, чтобы едко подкалывать нашу Нину, но как-то так вот. О, кстати, ты занимайся стиркой, дорогая моя. Два часа ночи, три часа ночи, плевать, иди, занимайся стиркой. В общем, ему это, знаете, через какое-то время просто надоест. Ну, они все время грызутся, они все время ругаются. Кларис все время поучает. Понятное дело, что он ни слова Кларис не скажет. То есть, он не будет ей там делать какое-то замечание, мол, как бы, мам, да ты отстанет. Нины, он, знаете, скажет так, как бы, это не мое дело, все, до побачения и рубачения я себе пошел там чем-то заниматься. И мне кажется, что он найдет себе какую-нибудь работу. Пока что я не знаю, какую. Мы сейчас с вами пробежимся. Вот видите, он хочет кушать. То есть, он лежит, спит и хочет кушать. Понимаете, у Фреда вот такие вот мысли. Пойти покушать, пойти там, не знаю, почитать, полежать. То есть, каких-то, знаете, таких вот прям активных действий помочь Нине у него нет. Учитывая, что она сейчас вообще в положении, ему желательно бы помогать. Наши Нине у него это делать не хочется. Она вот хочет открыть зонтик. Она сейчас стоит, то есть, под дождем. У нас тут, по-моему, даже крыша не дотягивает, да? Да, ребят, у нас так сложилось, что здесь у нас, как бы, кусок крыши есть, а здесь крыши нет. И вот она, бедняжечка, сейчас под дождем стоит, стирает. Правда, я не знаю, что у нас тут высохнет, учитывая, что здесь, как бы, идет дождь, и здесь, как бы, крыши тоже нет. Ну, в общем, она всячески пытается угодить кларисту. То есть, понятное дело, что Нина надеется, что когда-нибудь кларист к ней будет относиться тоже так же хорошо. Ой-ой-ой, ребят, ей срочно нужно в туалет. Я, кстати, думаю, что мы, наверное, уже разбудим нашего Фреда. Я хочу посмотреть, что у нас есть и кого-нибудь по работе. Может быть, мы ему выберем, ну, даже не знаю, я думаю, вряд ли он будет у нас космонавтом. Потом писатель, ну, тоже, мне кажется, что он не особо хватает звезды в плане, ой-ой-ой, актерских каких-то способностей, в плане способностей писательских. Может быть, мы ему выберем какую-нибудь работу, может быть, что-то такое не очень сложное и не очень долгое, потому что, ну, вы же видите, он такой, он парниша ленивый. Он привык, что за него все делали работники у отца нашего Фреда. То есть, помните, когда у него была большая ферма, все за него делали. Сейчас за него мамочка очень сильно переживает и считает, что ее любимый Фредди ничем не должен таким вот заниматься. Ну, и ладно, он такой, знаете, думает, надо мне чем-то действительно себя отвлекать от этих вот тех домашних, рутинных дел, которыми я не занимаюсь. Давайте посмотрим, что у нас есть по работе. Подработка нас не интересует. Можно было бы, конечно, какой-нибудь ресторанчик открыть, но вы представляете, чтобы Фред занимался ресторанами? Что он съел? А, свойство участка. Я уже думала, что у нас Нина оставила здесь что-то плохо приготовленное. Представляете, она хочет в туалет, но она до сих пор стоит, стирает. Она не бросает вот это вот все. Значит, посмотрим. Давайте посмотрим, какие у нас есть варианты для Фреда. Детектив? Нет. Доктором? Я его тоже не вижу. Ученый? Да нет, ребят, вы что? Актер? Не-не-не-не-не-не-не-не. Какой актер? Никаких актерских этих самых. Бизнес? И Фред? Ноу. Военный служащий? Ноу. Дизайнер интерьеров? Ноу. Законодатель стиля? Я представляю, Фред законодатель стиля. Инженер? Не-не-не-не-не. Исполнитель? Тоже не-не. Карьера военного? Нет. Компьютерный инженер? Ага. Прям верю. Космонавт? Критик? Кулинар? Оракул? Значит, писатель? Да нет. Политик? Преподаватель? Но, честно говоря, не вижу я его преподавателем. Преступник? Садовод? Да, представляете его садоводом? Нет, тоже нет. Сарариман? Социальные сети? Специалист по раскрутке? Спортсмен? Ну вот, кстати, в плане спорта. Помните? Он же хотел заниматься спортом. В принципе, у него была такая мечта. Строительный инженер? Нет. Тайный агент? Нет. Технический специалист? Нет. Фрилансер? Фрилансер? Может быть, конечно, ну какой он модный фотограф? Хотя, кстати, мог бы себе взять модный фотограф, но, кстати, он... Подождите, а он нашел камеру? Можно было бы, конечно, взять модный фотограф. Слушайте, а может быть, он графическим дизайнером станет? Он решит, что у него все окей с рисованием. Художник, эколог? Не-не-не-не-не. Эксперт? Не-не-не-не-не-не-не. Это нам с вами тоже неинтересно. Юрист? Водолаз? Игровой стример? Угу. Няня? Официант? Продавец? Разнорабочий? Можно было бы, конечно, разнорабочий, но, понимаете, только два дня он будет работать. Вот рыболов тоже, получается, сколько у нас? Кстати, а рыболов-то может быть... Слушайте, а может быть рыболов, раз ему это так нравится? А давайте рыболовом мы его сделаем. Симфлюенсер, спасатель. Может быть, он будет менять свою работу. Знаете, сегодня он хочет быть рыболовом. Вот раз ему сейчас нравится рыба, нет, мы не убираем. Вот ему нравится рыбалка, и он решил, знаете, может быть, он посмотрел там, какие есть вакансии. О, так за мою рыбалку я могу и бабки получать. Ммм, отличная идея. И в четверг он должен будет отправляться на работу. Ложись, пожалуйста, пока отдыхать. Он, наверное, наверное, вообще-то должен, кстати, смотрите, повысить уровень навыка рыбной ловли. Он завтра отправится на рыбалку. Он хочет заказать пиццу, вы понимаете? Он, наверное, завтра скажет мамочке, мама, я хочу пиццу. Я хочу, чтобы вот вы сейчас вместе с Ниной заказали мне какую-нибудь вкусную пиццу. Что, бежишь? Или ты... Ребята! Она не добежала до туалета! Все, капец. Ладно, пойди, пожалуйста, моя дорогая, прими душ, и затем мы будем тебя отправлять отдыхать. Представляете, пять утра после свадьбы у Нины было куча дел дома. Нина успела приготовить завтрак, отправилась отдыхать, а Кларис только-только проснулась, и проснулась она в отвратительном настроении. И знаете, какое у нее сейчас есть желание? Она хочет привести в ярость другого персонажа. То есть сегодня, скорее всего, нас с вами ждет очередной конфликт с Ниной. Давайте мы, наверное, попросим ее переодеться. Может быть, она сегодня выберет себе вот такое вот светлое платьице. Видите, у нее жуткий дискомфорт. То есть, конечно, хотелось бы, чтобы настроение у нее было трошки получше, но, как видите, проснулась она явно в дурном настроении, и, скорее всего, может быть, даже Фреду может сейчас попасться. А вот у Фреда все прекрасно. Что ты хочешь сделать? Не-не-не-не-не, какой урожай острых грибов? Слушайте, Фред решил помочь Нине. Нет, он помогать Нине не будет. Кстати, сегодня канун праздника зимы. Оказывается, он не любит украшать, но он хочет праздничное освещение, уборку, и он обожает выпечку. То есть, как вы понимаете, сегодня наша Нина должна будет заняться выпечкой. Но у нас есть один такой вот нюансик. Нюансик. У нас нет муки. То есть, нюанс у нас есть, а муки у нас нет. Поэтому Нину нужно будет отправить за мукой, потому что она должна обязательно приготовить какие-то вкусняшки. Ведь Фред и Кларис привыкли к тому, что их слуги раньше готовили всякие вкусняшки в честь праздника зимы. Как же это так? Вот ничего не приготовить. Нет, ну, Нина, ну ты же должна приготовить. Ты должна порадовать Фреда. Ведь Фредди так любит всякие вкусняшки. И, как я вам говорила, Кларис может на нее трошки надавить. И, понятное дело, что, ну, Нина не сможет отказать. Она не сможет сказать, извините, нет, я не буду этого делать. Тем более, что она действительно считала, что вот она пойдет приготовить, и Фред, может быть, станет к ней относиться получше. Так, 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 ты что идешь? Какой почистить? Ты что, с ума сошла? Ты не будешь ничего чистить? Она сейчас пойдет. Она не хочет, видите, играть. Я-то думала, что она сейчас решит поиграть, отдохнуть. Погрейся у камина. А мы с вами посмотрим, что у нас тут уже успело созреть. А у нас успели только созреть вот эти вот симпатичные грибочки. Ой-ой-ой-ой, ребята, курочки. А, с курочками все в порядке. Я уже смотрю, мне показалось, что у нас здесь нет корма. Значит, когда наша дорогая Нина проснется, а я думаю, что она уже будет просыпаться, хватит спать. Девять часов, почти десять часов утра. Тут стоят грязные тарелки. Это что такое? Почему у нас тут так много грязной посуды? Нет уж, пойди сначала переоденься, а то сейчас тебе Кларис скажет, что это ты такой вот наряд себе выбрала. Хайна переоденется вот в такую вот рубашку, поубирает, затем перекусит, и она должна отправляться за покупками. Да, 993 миллиона маловато, но шо поробышь. Так, чем занимается наш Фред? А Фред отправился все-таки за грибами. Плевать он хотел на мои просьбы. Мне кажется, что мы можем попробовать его сейчас отправить на рыбалку. Ты можешь пойти? Видите, он не может отправиться, потому что холодно. Но ведь тут же все в порядке с этим прудиком. Ну почему ты себя так ведешь? Ну, раз ты не можешь отправиться на рыбалку, тогда ты можешь пойти и что-нибудь почитать. Вы же понимаете, что он не будет помогать Нине? Нет, он не будет ей помогать ни в коем случае. Ну а у Нины уже дискомфорт. Видите, у нас праздник зимы начнется завтра. Но мы пока что ничего здесь с вами готовить не будем. Нам нужно сначала испечь все-таки вкусняшки. Давайте посмотрим. Печь мы, в принципе, как бы можем, но не можем. У нас нет муки, поэтому испечь, например, какую-нибудь вкусняшку у нас сейчас не получится. Ну что, давай мы сейчас здесь поуберем. О, я смотрю, что у Кларис уже все прекрасно. Пойди, пожалуйста, поиграй на рояле. Она же хочет у нас стать известной исполнительницей. Поэтому Хая на трошке поиграет. О, нет, у нее опять дискомфорт. Фред, он пошел чистить хлев. Попросила его, не надо так делать. Нет, он пошел чистить хлев. Ладно, пойди себе сделай напиток. Сделай себе любимый напиток. То есть у нас сегодня день отдыха. И понятное дело, что сколько? Тысячу пятьсот символионов, ребята. А где мы с вами возьмем тысячу пятьсот символионов? Вы представляете? Ребята, нужно помыть нашу корову. Нам нужно пойти собрать... А у нас нет яиц? Есть здесь яйца. Нам нужны тысяча пятьсот символионов. И как вы понимаете, кто у нас будет эти символионы сейчас доставать? Конечно же, Нина. Потому что, к сожалению, Фред только-только устроился на работу. Ну и понятное дело, что он пока что еще деньги не приносит домой. А вот Нина. Нина же у нас молодец. Нина у нас смотрит за животными. И понятное дело, что, ну, конечно же, она сможет за сегодня где-то раздобыть такую сумму. Кстати, ребят. А у нас с вами, между прочим, есть два маленьких арбуза. Ну, блин. Два маленьких арбуза. Ой, тебе нужно в туалет. Давай-ка поубирай, пособирай яйца. И затем у тебя, наверное, два яйца. Ребята, всего лишь два яйца. Беги, пожалуйста, в туалет. Давай, отправляйся. Ну и затем нам придется с вами отправиться в город. Потому что нужно это все продать. К сожалению, она не может сейчас, да, доить корову. Давай посмотрим. Может, я провтыкала? Нет, может. Смотрите. Она может получить лактозу. Ну и затем мы с вами отправимся все это продавать. Я надеюсь, что мы сможем оплатить счета. Потому что, если мы не оплатим, вы представляете, как рассердится Кларис. Она будет, ну прям очень злой, потому что, блин, ну как это так-то? Кстати, возьми, пожалуйста, остатки пищи. Как это так-то? Вы что, дети, вы не могли, что ли, какие-то деньги пойти где-то заработать? Я же, вот смотрите, арбузы когда-то там вот посадила. Ну неужели так сложно продать их подороже? И чтобы, ну как бы у нас было больше денег, чтобы счета платить. Нина как раз собиралась отправляться в город, как вылезла табличка, что сейчас у нее родится малыш. Ну что, ребят, как вы думаете, кто родится у Нины и Фреда? Я думаю, что сразу же после того, как она сейчас родит малыша или малышей, мы пока не знаем, она, конечно же, отправится в город. Потому что, ну я думаю, что Кларис, конечно, скажет, что она посмотрит за детишками. А ты, мол, отправляйся, нам же нужно приготовить какую-нибудь вкусную выпечку. Ребята, 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 мне нравится, как Фред паникует. Он стоит за дверью, даже не видит, что здесь происходит, но он уже паникует. Раз, два, три, четыре, пять. Кто же малыш? Мы узнаем. Девочка, ребята, Нина рожает девочку. Ребенку нужно имя, как бы вы ее назвали. А назовем мы с вами ее Эмма. Так, переходим с вами к имени Эмма. Эмма Гудман. Один? Да, ребят, Нина и Фред теперь имеют ребенка. У них родилась чудесная девочка. И тут, ребята, есть еще один нюанс, понимаете? Кларис очень сильно хотела, чтобы у ее сына был сын. То есть она очень сильно хотела, чтобы у них родился мальчик. А когда она узнала, что родилась девочка Эмма, ну не то, чтобы она расстроилась. Но вот все-таки Кларис в глубине души очень-очень сильно хотела бы увидеть наследника. Наследница это, конечно, здорово. Но она вот прям очень сильно, очень сильно хотела бы увидеть мальчика. Так, давай-ка мы, наверное, сейчас успокоим Эмму. Покорми из бутылочки. Поменяй пеленки. И посмотрите, какая злая Кларис. Ребята, а почему она такая злая? А ну заходи сюда. И я думаю, что сейчас у нас будет скандал. Я думаю, что Кларис устроит громкую сцену. Может она скажет, ты что делаешь с ребенком? Ты неправильно кормишь ребенка. Ты все делаешь неправильно. Ему нравятся видеоигры. Ну хорошо. Я же не против. Ребята, шо сейчас будет? Ой, шо сейчас будет? Сейчас будет такой скандал. Мне нравится, что Фред не заходит. Он решил не заходить. И знаете, она прошла такая вот серьезная, вся из себя. И понятное дело, что у нас сейчас будет не самый... Скорчить оскорбительную рожу. Устроить громкую сцену. Ну давай, потом ты поговоришь с Фредом. Фред, понятное дело, что пойдет сейчас вниз. Он не хочет видеть эти громкие сцены. Ему оно все не надо. Он вообще не хочет быть свидетелем вот этих вот всех разборок. То, что я вам и говорила. То есть Фред всячески пытался избежать вот этих вот конфликтов. И когда он получил работу, он понял, что, блин, хай лучше будет так. Я не буду присутствовать при этих всех разборках. Ну и понятное дело, что он бы провоцировать. Ну давай попробуем. А ты почему еще не отправилась за мукой? Ну давай отправляйся. Мы ждем, когда будет приготовлена выпечка. За твоим ребенком я посмотрю. А ну-ка давай быстро отправляйся в магазин и купи муки. Главное сейчас успеть купить все продукты, потому что Кларис будет в бешенстве. Понятное дело, что Нина не выспалась. Она очень сильно хочет спать. Но сначала ей нужно попробовать поторговаться. Может быть нам повезет и мы сможем сейчас хоть что-то заработать. Потому что, ребята, это просто кошмар. 993 симолиона. Нам с вами вообще ни на что денег не хватит. И, кстати, за малышкой сейчас смотрит Фред. Кларис ни в какую почему-то не хочет помогать. Да ладно, 25% это просто бимба. Значит, давайте мы продадим предметы. Кларис почему-то к малышке вообще не захотела подниматься. Перед тем, как отправляться, я увидела, что наша Эмма заплакала. И к ней пошел Фред. У Кларис какое-то такое вот странное отношение к малышке. То есть она ее как будто бы не замечает. Кстати, капитан скелет. Давайте продадим. Курюшка, липкий гуппи, арбуз. 44, блин, ну шо поробышь, надо продавать. Морской окунь тоже продадим. 556, между прочим. 33 грибы. Ну, блин, шо 2 симолеона, шо 1. Давайте сырой гриб оставим. Удобрение мы оставляем. Шпинат, ну, наверное, не будем продавать. Ягоду жвачного растения, оказывается, когда-то ее поймал наш Фред. Яйца давайте, наверное, продадим. По-моему, какое-то из этих яиц провонялось. Поэтому 1800 симолеонов. Ну и теперь, ребят, самое интересное. Самое-самое интересное. Сможем ли мы сейчас хотя бы где-то на 200 симолеонов что-то купить. Значит, мука. Покупаем, давайте, 5. Потом шугар. Хай у нас тоже будет 5. Блин, уже на 100. Мясо я не буду брать. Наверное, все-таки лучше, лучше, лучше. Хотя нет, давайте, наверное, возьмем. Потому что я думала, может быть, наш Фред поймает какую-то рыбу. Но пока что нам с вами с рыбой не повезет. Значит, бутылку молока мы брать не будем. У нас есть корова, игруша. Блин, надо что-то подешевле. Картофелина, лосось. Ребята, что взять? Луковица, блин, 29 симолеонов. Может быть, нам с вами морской окунь. Может быть, сегодня мы с вами что-нибудь приготовим в честь кануна праздника зимы. Молоко мы с вами не берем. Овощной банан, петрушка. Гранат 150 симолеонов. Давайте возьмем, наверное, помидор. Ну и что еще нам с вами взять? Сыр. Раз-два. Хлеб я брать, наверное, не буду. Хлеб мы можем сами приготовить. Ну и, наверное, яйца. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На 300 симолеонов. Все, ребят, мы с вами смогли скупиться. У нас есть 1530 симолеонов. Ну и теперь, наверное, мы с вами будем возвращаться домой. Можно было бы, конечно, зайти с кем-то здесь поболтать. Потому что, как вы знаете, у нашей Нины все-таки... Ой-ой, ребят! Ой-ой, ой-ой, ой-ой-ой! Ребят, подождите, подождите! Это же Глория! Это же Глория! Это же мать Тоби! И она беременна? Вау! Ребята, вот это поворот! Учитывая, что Глория живет сейчас одна, то есть ее Тоби вместе с Мариан уехали, как вы думаете, от кого беременна Глория? Ну ладно, это нас сейчас мало интересует. Кстати, я смотрю, что здесь сидит также Саманта, но с Самантой мы, наверное, трошки позже поговорим. Я думаю, что надо отправляться домой и заодно мы должны посмотреть, как дела у малышки Эм. Из города Нина вернулась очень уставшая. Возле дома ее ждала мама. Ирма хотела проведать свою дочь и, конечно же, познакомиться с малышкой Эммой. Нина постаралась скрыть свое плохое настроение, она все смеялась, шутила, но в глубине души, конечно, ей очень хотелось рассказать маме о том, что ее беспокоило. Но пока что она решила, что, наверное, маму не стоит расстраивать, поэтому давайте пригласим ее в дом, потому что на улице идет дождь, не очень приятная погода. Ну и мы с вами должны посмотреть, как дела вообще у малышки Эммы, потому что что-то мне подсказывает, что никто малышкой не занимается. Итак, на первом этаже я вижу Фреда. Что он делает? Он решил скушать вот этот вот фруктовый салат, который утром приготовила Нина. Видимо, ему он очень понравился, потому что, по-моему, это уже третья тарелка, которую он за сегодня съедает. Поднимаемся наверх. Да ладно, ребят. Неужели Кларис решила заняться малышкой? Серьезно? Я вижу, что настроение у нее, конечно, ужасное. Но вот смотрите, какая у нас хорошенькая малышка Эмма. Мне кажется, что в итоге она, наверное, все-таки как-то, может быть, растопит сердце Кларис, потому что вы видите, что она какая-то стала, ну, прям очень раздражительная. Ну что, ребят, давайте мы попросим нашу Нину, чтобы она пригласила в гости поделиться секретом. Нет, мы не будем так делать. Давайте мы ее добавим в группу и отправимся в дом. Давай-ка мы будем заходить вот сюда. Вы видите, насколько сильно устала наша Нина. Она очень сильно устала. Мне кажется, что она сейчас захочет пойти отдохнуть. Но она же не может сказать маме, мол, «Мам, уходи, потом как-нибудь зайдешь к нам в гости». Мне кажется, что сейчас с ней захочет, может быть, поговорить Кларис. Да ладно, ребят. Кларис действительно смотрела за малышкой Эммой. И, кстати, обратите внимание, что все-таки отношения у них очень даже неплохие. То есть поначалу, может быть, конечно, Кларис расстроилась, что это не мальчик. Но затем, может быть, как-то ее сердце смягчилось. Ребята, он радуется светильнику. Серьез ли? Между прочим, ребят, нам с вами не хватает денег на то, чтобы оплатить счета. Потому что у нас тут 1578, а у нас 1530. Ладно, придется попросить Фреда, чтобы он затем, наверное, все-таки все деньги, которые он заработает... Давай расскажи анекдот. Чтобы он потратил, наверное, на оплату счетов. То есть вот те денежки, которые он принесет, получается, в четверг, придется нам с вами потратить. Кстати, друзья мои, раз у нас канун праздника зимы, то, может быть, нам с вами нужно где-то елочку поставить. Кстати, елочку можно было бы тут уточки поставить, но, блин, у нас мало места. У нас очень мало места. Я надеюсь, что... Подождите. Может быть, Ирма... Подождите, а Ирма к нам будет заходить? У нас здесь открыто? Открыть. Подождите. У нас же вроде здесь было открыто, я точно не закрывала. Давайте-ка идите сюда вместе. Мне кажется, что Ирма все-таки захочет зайти к нам в гости. Может быть, ей, конечно, сейчас неловко. Мол, как бы, я не хочу вам мешать, у вас, наверное, там какие-то дела, а я тут просто мимо проходила. Но мне бы очень хотелось, чтобы она, конечно, зашла к нам в гости. Слушайте, нет, она решила отправиться по своим делам. Ну, ладно. Хорошо, раз она хочет отправиться по своим делам. Может быть, она зайдет к нам в гости позже, мы, как бы, не против. Ну, и понятное дело, что нужно будет сейчас, наверное, на часик отправить нашу Нину отдыхать, потому что она должна все-таки приготовить какие-нибудь вкусняшки. То, что ей, знаете, в очередной раз намекнуло Кларис, что, как бы, ну, я все-таки жду. Я жду, когда ты что-то вкусное приготовишь, потому что, как бы, ну, сегодня же праздник, и я очень надеюсь, что ты хоть что-нибудь приготовишь. Ты же не безрукая какая-то, кстати. Нам бы желательно, наверное, еще какие-то украшения повесить. Но я так понимаю, что украшениями ни Кларис не будет заниматься, ни тот же Фред, но у нашей Нины, вы видите, и так очень много дел. Она должна отдохнуть, затем она должна приготовить. Кстати, давайте посмотрим, что она может приготовить. Значит, нужно все вот эти вот продукты, наверное, выложить в холодильник, потому что, если это все пропадет, ребята, вы представляете, что будет? Слушайте, она что, с собой таскает? Фу, яйцо с тостом. Давайте мы ей поможем. Ну да. Ну да! Я так и думала, что у нас наверняка сейчас что-то сломается. Кстати, у нас еще с собой грязное белье, нужно будет тоже его куда-то деть. Я надеюсь, что Фред сейчас не отправится ничего чинить, нет? Нет, он не отправится. Не надо ничего мыть, не надо. Видите, у него жуткий дискомфорт. Давайте мы его вообще отправим куда-нибудь погулять. Понятное дело, что, скорее всего, он все равно сейчас... Хейли Барлоу? Хейли Барлоу, ты кто? Мы тебя не знаем. Ладно. Хейли, ты можешь проходить. Хотелось бы, конечно, его отправить на рыбалку, но, блин, ребята, вы же видите, что он не может это сейчас делать. Он может отправиться изучать воду. Ладно. Он решит, что он не хочет слушать очередные какие-то скандалы между Кларис и Ниной, и он пойдет себе по своим делам. Значит, ты, моя хорошая, отдыхаешь. Давайте, может быть, попросим автоматический режим все источники света, потому что у нас... Итак, вы видите, полторы тысячи, ребята, за вот такой вот маленький... Ты шо, Робыш? Не надо? Иди учись. Иди играй, напряженная ты моя. Нет, нет, нет. Я думаю, что чинить, конечно же, будет все Нина. Понятное дело, что она в глубине души надеется, что чинить это все будет Фред, но мне кажется, ему сейчас не до этого. Не, ему сейчас это не интересно. Он пойдет изучать воду. Потом, может быть, он где-то здесь погуляет. Может быть, он с кем-то из друзей-соседей поболтает. Ой, смотрите, а вот Ирма. Мне кажется, что он может потом к Ирме подойти. Ну, мол, как бы, здрасте. А чего вы к нам в гости не зашли? А может быть, вам стоит все-таки к нам заглянуть, помочь с малышкой? Потому что моя мама такая занята, и она, вот видите, играет на рояле, и ей, конечно же, сейчас не до малышки. Я думаю, что где-то через... давайте, наверное, когда бодрость станет хотя бы оранжевой, мы будем будить нашу Нину. Сори, тебе надо просыпаться. Кто-то же должен смоколоки приготовить, поэтому давай, моя хорошая, готовь сахарное печенье. Ну, ладно, хай у нас будет сахарное печенье. Конечно, Кларис бы хотела шоколадное, но ладно, если ты не умеешь готовить шоколадное, приготовь нам, пожалуйста, сахарное. Ребят, я смотрю, что Эмма проснулась. Эмма проснулась, но у нее вроде бы хорошее настроение. Пока она не плачет, я думаю, что наша Нина может заняться готовкой. Блин, у нас тут уже такая лужа натекла, ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Надо будет все поубирать, надо помыть вот эту вот тарелку. Нужно успеть еще и, конечно же, поменять подгузники малышки, потому что я так понимаю, что, скорее всего, очень скоро наша малышка будет плакать. А где Фред? А Фред до сих пор гуляет, ребят. А он до сих пор гуляет. Он до сих пор там воду изучает. Может быть, он пойдет... Нет, подарки мы точно сейчас не будем здесь брать. О, ребята, у нас грибочки. Взять странный гриб. Может быть, он гулял-гулял, насобирал всяких грибочков, и затем он принесет эти грибы Нине и скажет, Нина, приготовь мне, пожалуйста, грибной супчик. Мне очень хочется что-нибудь такого вот смачненького. Ой, тут тоже у нас есть грибы. Слушайте, раз у него хорошее настроение, хай грибами занимается. Кларис, смотрите, какая раздраженная. То есть она, наверное, знаете, сидит, играет сейчас на рояле, смотрит, как эта противная Нина готовит. Не пойми, что, почему здесь не убрано какие-то странные печенья. Я же не хочу эти печенья, я хочу другие печенья. Ребята, нам надо 1530 семиллионов как-то превратить в почти 1600. Где нам взять еще деньги? Вот это вот все мы, конечно, сейчас продавать не будем. Нет, 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 нет. Мы должны будем потом просить нашу Нину. О, молодец. Значит, пожалуйста, наверное, почини. Ну и затем мы будем просить тебя протирать пол. Мне так нравится, как она радуется. Еще не подошла, еще ничего не починила, но уже радуется. Уже у нее все хорошо. Как у тебя дела? А он все еще идет за грибами. Наверное, он сказал своим дамам, что, мол, я пошел, пойду пройдусь, где-нибудь погуляю. Ну, а вы там занимайтесь своими домашними делами. Тем более, что завтра, кстати, когда он отправляется на работу, он отправляется, получается, утром. Утром. И это просто чудесно. В 5 утра, ребят. В 5 утра ему нужно будет на работу. То есть он сейчас вот эти вот грибочки пособирает. Ну и затем он отправится отдыхать, потому что он же не будет за малышкой смотреть. Я думаю, что он всячески, знаете, так намекнет Нине, что, мол, как бы, дорогая, ты должна будешь смотреть за Эммой, потому что я должен выспаться. Я должен отдохнуть. У меня начнется работа. Работа у меня начнется. Очень серьезная работа. Поэтому будь добра. Смотри за нашей малышкой. О, ребят, еще есть грибы. Собрать весь урожай. А ну давай, собирай, собирай, собирай. Раз у нас тут так много грибов, жалко, что у нас тут никаких ягод нет. По-моему, нет. Это что такое? Это уайлд реббит, мы тебя не трогаем. Здесь я ничего не вижу. Блин, хотелось бы, конечно, чтобы у нас была малинка. Может быть, мы бы попросили Нину какой-нибудь пирожок, тортик испечь. Но, видимо, видимо, нет. Не до этого нам сейчас. Так, а что у нас тут тиковенько? Это что, пасхальное яйцо? Есть. Кстати, мы можем отправить его съесть вот это вот яйцо. Собрать. Блин, шоколадная ягода еще не готова. Ну ладно, не готова и не готова. Ребята, Нина опять уставшая. Опять устала. Ты что делаешь? Она решила выпить стакан воды. Я надеюсь, что Кларис... Смотрите, какая она сердитая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Выкрикивает запрещенные слова. Серьезно? Она опять злится. Ну хорошо, приди в ярость. Я вам говорила о том, что у них будут конфликты, да? Ребят, мне страшно. Я смотрю, что Эмма плачет. Нина. Надо будет еще пол повытирать. Вы представляете, сидит себе девушка. Пьет себе водичку. А к ней подходит Ларис. И сейчас будет скандал. Почему ты пол не протерла? Почему тут грязно? Ты сидишь со своим стаканом. А ну иди вытирай. И вообще там ребенок плачет. Да не хочу я ничего слышать. Я устала. Я целый день сегодня то в городе была, то еще какими-то делами занималась. Ну да, конечно. Я тоже постоянно занимаюсь делами. Ребята, надо, наверное, сначала малышку успокоить. Давайте успокоим. Поменяй пеленки. Я же говорила, что нужно пеленки поменять. И затем надо протереть пол. Надо протереть пол. Вы посмотрите, какая Клариса сердитая. Ах, ушла эта вредная девчонка. Не слушает она меня. Ну, я еще покажу, кто тут у нас главный. Кто у нас тут самый-самый главный. Пойду возьму порцию этого противного печенья. Хотя мне кажется, что Нина на самом деле готовит очень даже неплохо. Наверное, покорчи рожицы. Успокой малышку. И потом, хошь-не хошь, тебе придется пойти вытереть пол. Как вы думаете, она успеет это сделать? Может быть, Эмма проголодалась? Наверное, покорми. Покорми из бутылочки. Не-не-не-не, все. Все, можешь не кормить. Отправляйся, пожалуйста, протирать пол. Вы представляете, это у нас называется канун праздника зимы. Вместо того, чтобы отдыхать, как-то праздновать, наша Эмма должна убирать, стирать, готовить и еще выслушивать претензии от Кларис, которая, мне кажется, эти претензии она просто придумывает. Вот у нее плохое настроение, и она себе придумала, что надо наорать на нашу бедную Нину. Ну, шутить мы не будем, извиняться мы тоже не будем, петь мы тоже не будем. Давайте мы от нее отмахнемся. Отмахнемся, все, да, вот так вот кнем. И давайте мы ее будем, наверное, отправлять в туалет, затем она, наверное, пойдет, примет ванну и отправится отдыхать. Ты что-то очень плохо пол протираешь. Ну, я все сделала, я поубирала, пол протерла, приготовила, постирала, а та думает, да ладно, а я вижу, что там еще какая-то тарелка стоит, а ты эту тарелку почему-то не поубирала. Все, отправляйся, пожалуйста, отдыхать, потому что, мне кажется, ты сейчас доведешь до какого-то грандиозного конфликта. На следующее утро в гости к Нине приехала Марион, и вы только посмотрите, как она загорела. А еще она хочет поделиться с ней очень важной новостью. На часах уже практически 10 часов утра, я думаю, что никто не спит. Давайте, наверное, постучим в дверь, и, как видите, у нее просто прекрасное настроение, и я вам сейчас расскажу, почему у нее прекрасное настроение. Дело в том, что Тоби не зря пригласил ее в тартозу. Оказывается, он хочет там купить один симпатичный домик. Ребята, я смотрю, что и Фред уже вернулся домой, и у Кларис вроде как неплохое настроение. Но первое, что мы с вами сделаем, это, конечно же, поздороваемся с Ниной и расскажем ей главные новости. Ну и понятное дело, что Марион тоже хочет поздороваться с малышкой Эммой. Привет, моя хорошая, привет, привет, привет. И, кстати, у нас тут еще печеньки есть. Нужно будет сейчас те смоколоки попробовать. Вы представляете, какие новости принесла Марион? И, наверное, Кларис стоит и думает, ну что же она сюда приперлась. Я надеялась, что она больше не будет приезжать к нам в гости. И плевать, что она сестра Нины. Я не хочу больше видеть эту Марион. Хоть она мне, конечно, и очень нравится, но с ее вот этими вот всеми вот новостями у меня портится настроение. Наверное, нужно сейчас и Фреду рассказать. Ну и понятное дело, что она сейчас расскажет Нине о том, что они очень скоро вместе с Тоби переезжают. Давай мы ей сделаем искренний комплимент. Скажем, у тебя такое симпатичное платьице. Ну и затем давайте-ка мы, наверное, попросим, попросим, попросим душевно поговорить. То есть она сейчас расскажет о том, что она переезжает вместе с Тоби в Тортос. То есть они не зря туда отправились. Они туда отправились, чтобы посмотреть новый дом. Ну и понятное дело, что Марион в восторге от этого места. Она очень рада, что она будет жить в таком красивом городе вместе со своим возлюбленным. Ну и, кстати, давайте мы, наверное, ее попросим покорчить рожицы. Ну и, наверное, поварковать. То есть вы представляете, какое просто невероятное настроение у Марион по сравнению с Ниной. То есть в очередной раз Нина встречается со своей сестрой и в очередной раз она испытывает зависть. Она понимает, что не надо, не надо испытывать зависть. Что Хай Марион будет счастлива и, скорее всего, Нина тоже будет когда-нибудь счастлива. Но все-таки вот эта зависть никак ее не покидает. И учитывая, что у нее постоянные конфликты с Кларис, которая цепляется вообще ко всем ее действиям. В общем, это все очень негативно сказывается на Нине. И я не думаю, что она часто в гости будет приглашать к себе сестру. Потому что ей кажется, что каждый раз, когда к ней приезжает в гости Марион, Нина в глазах у той же Кларис выглядит все хуже, хуже и хуже. Ну и, конечно, я думаю, хоть раз мы съездим в гости к Марион. Но не думаю, что они будут это делать очень часто с Фредом. Потому что она не хочет постоянно видеть свою сестрицу, которая такая счастливая. С красивым, богатым мужем. Они постоянно путешествуют. А вот у них с Фредом, видимо, путешествия будут не очень скоро. И плюс, учитывая, что им нужны деньги, а я даже не знаю, где можно будет взять деньги. Скорее всего, может быть, мы вместе с Фредом потом еще и просто на рыбалку отправимся. Потому что вы видите, что все-таки оплатить счета у нас с этим бывают кое-какие проблемы. Но обратите внимание, что Фред сейчас флиртует с Ниной. То есть, знаете, наверное, он пытается как-то перед Марион покрасоваться. Мол, смотри, какой я такой вот заботливый. Но мне кажется, что Марион абсолютно все равно. Ведь ее дома ждет ее любимый Тоби. Ну что, ребят, в этой серии у Нины родилась прекрасная малышка Эмма. И вроде бы все прекрасно, все чудесно. Но к ней в гости приехала ее сестра Марион. И снова ее ошарашила чудесными новостями. И понятное дело, что Нина снова испытывает зависть к своей сестре. Хотя она понимает, что это делать не надо. Но она с этим справиться не может. Что будет дальше, мы с вами узнаем уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok